Еще есть гироскоп внутри, он его меняет маршрут самостоятельно. Установка движется сама и производит необычное впечатление. Это робот-подталкиватель кормов на фермах с большим поголовьем. Будет очень к месту, уверен Александр Ешагин. А разработаны и собраны в Перми? Мы в течение полутора лет уже создали вот эту модель, которая не уступает импортным аналогам, при этом очень сильно превосходит их по цене. Все это часть специализированной межрегиональной выставки форума агротехнологии 2024 на площадке центра Перми-Экспо губернатор Дмитрий Махонин пообщался с участниками и принял участие в торжественном открытии. Я убежден, что выставка будет полезной и продуктивной. Здесь, я думаю, будут появляться новые контракты, новые деловые связи. И это очень хорошо. Центральное событие этого дня – пленарное заседание АПК «Инвестиции в будущее», где обсудили поддержку сельхозпроизводителей. В Прикамье в этом направлении ведется большая работа. Так, например, большие средства регион вкладывает в техническое оснащение аграриев. Это именно инициатива Пермского края. Мы огромное внимание уделяем поддержке и стимулированию инвестиций. Обновление техники – это тоже инвестиции в собственное производство. Также край активно поддерживает тех, кто приходит трудиться на село. И это еще один актуальный вопрос для любого предприятия – кадры. Так что среди участников оказалось и немало студентов. Сегодняшняя ситуация объективно требует от учебного заведения и не только высшего образования, но и среднего образования – подготовку необходимого, высококвалифицированного, отвечающего современному запросу товаропроизводителя-специалиста. Если говорить о масштабах, выставка форум проводится уже второй раз. И ожидаемое количество участников – более двух тысяч человек. 80 компаний из разных регионов готовы показать и рассказать желающим о своей продукции. Интересная деталь. Для комфортного общения на выставке-форуме организовали Пермский агроклуб. Это пространство для проведения переговоров, ну и подписания контрактов. И не только контрактов. Так, сегодня было подписано несколько соглашений, направленных на укрепление экономического и аграрного потенциала Пермского края. Максим Пекер, Александр Неверов, Вести Перм.